Алексея Чалова отдаляют от Единой России Алексея Чалова отдаляют от Единой России В Севастополе избрали новое руководство партии власти 3. Коммерсант от 24 февраля 2019 года 2015. Лидером Севастопольского отделения Единой России и избран депутат Госдумы Дмитрий Саблин В обновленный состав Полицовета из числа сторонников экс-спикер из оксобрания города Алексея Чалова вошла только спикер парламента Екатерина Алтабаева Не оказалась в нем и самых ярых сторонников губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак отметил, что федеральное руководство партии приехало в Севастополь чтобы сгладить конфликт между ветвями власти в преддверии выборов в парламент Портконференция Севастопольской Единой России вновь прошла с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака который в январе уже приезжал в город представлять в качестве И.О. Лидера отделения депутата Госдумы, заместителя председателя организации ветеранов боевое братство Дмитрия Саблина Тогда господин Турчак объяснял необходимость перезагрузки отделения накануне сентябрьских выборов в парламент Севастополя затянувшимся конфликтом между законодательной и исполнительной ветвями власти города 22 февраля на Портконференции кроме Екатерины Алтабаевой не оказалось других представителей так называемой группы Чалова не было на ней и предыдущего руководства отделения, поддерживавшего главу города Господин Турчак отметил, что главная задача любой партии победа на выборах а конфликт ветвей власти на старте кампании недопустим и является системным сбоем Дмитрий Овсяников заявил, что в Севастополе назрела перезагрузка партии уточнив, что конфликт не относится к Единой России это имеет отношение к конкретным персоналиям, их видению, каким образом можно влиять на исполнительную власть манипулировать и ею, блокировать все ее действия на законодательном уровне по его словам, все эти вопросы, в том числе и урезанные полномочия правительства города по местному закону чиновники не могут самостоятельно перераспределять статьи бюджета без парламента подлежат обсуждению на площадках Единой России после перезагрузки нам с вами придется решать, как устранить эти манипуляции Дмитрию Саблину и членам нового полицовета губернатор пожелал не споткнуться о преграды а чужое понимание, как нужно строить жизнь в Севастополе госпожа Алтабаева на это ответила, что серьезные вопросы, о которых говорил губернатор не являются непреодолимым препятствием о критику ветвей власти и конкретных чиновников она объяснила развятым гражданским обществом после этого господин Овсяников конференцию покинул Дмитрий Саблин был избран лидером отделения 65 голосами из 68 в полицовет по итогам открытого голосования из группы Чалова была избрана только госпожа Алтабаева и сторонников губернатора депутата Заксобрания Татьяна Лобач и Ирина Кравец они вошли в президиум полицовета также в полицовет вошел депутат Госдумы Дмитрий Белик и несколько представителей боевого братства господин Турчак пояснил, что основная задача сейчас открытый отбор кандидатов в депутаты Заксобрания которые не прячутся в стенах кабинетов и не занимаются пустословием и каким-то популизмом по его словам, привлекать на выборы политтехнологов из Москвы нецелесообразно так как модель регионального исполкома по сути, представляет собой избирательный штаб в начале марта станут известны результаты социсследования по итогам которого будут отбираться кандидаты на праймерис сообщил он, а решение по модели предварительного голосования с учетом особенностей города федерального значения будет принято позже в Москве депутат Госдумы Дмитрий Саблин, слева, и секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак фото, Виктор Каратаев, коммерсант на вопрос, не снижают ли действия губернатора уровень доверия к партии господин Турчак ответил, что он значительно выше, чем в других субъектах но предложил не связывать партийную составляющую и уровень доверия к исполнительной власти о котором мы все знаем по его словам, на встрече с Дмитрием Овсинниковым было решено что на партийной площадке в марте пройдет нулевое чтение отчета губернатора перед парламентом у него своя картина мира мы, собственно, здесь для этого, чтобы конфликта не было пояснил твердый знак господин Турчак на вопрос о возможной отставке главы посоветовал не читать до обеда советских газет мы слухи не комментируем, к тому же почвы для них нет кто-то их специально рождает, как с референдумом, который является провокацией, сказал он как писал твердый знак, вынести на референдум вопрос о доверии главе города собирались сторонники Алексея Чалова как готовили конференцию Севастопольской Единой России Дмитрий Соблин на вопрос твердый знак почему от группы Чалова в полицовет избрана только госпожа Алтабаева заметил, что партийцев на группы не делят сама госпожа Алтабаева сказала, что в составе полицовета в будущем возможна ротация при этом спикер предположила, что список премьериз по количеству представителей группы Чалова будет отличаться от состава полицовета я предполагаю, что к маю мы подойдем с другими фамилиями с момента создания Единой России в Севастополе в 2014 году и до настоящего времени состав полицовета не влиял заметным образом на развитие региона сказал твердый знак Алексей Чалой на вопрос твердый знак о том, не будут ли списки кандидатов на премьериз сформированы по аналогии с составом полицовета он ответил, поживем увидим надежда Исаева, Севастополь